Давно отшумели те времена, когда мы в детстве шугались от привиди Чудовища из мультфильма Красавица и Чудовище 91 года. В этом году он вышел снова, то есть его переиздание в 2017 году. И уж простите меня, но тут Чудовище выглядит настолько, скажем так, няшно, что в него скорее влюбятся все малолетки, нежели будут его пугаться. И вот мы решили запилить на него обзор, и поэтому добро пожаловать на канал Герои и Злодеи. С вами Fancy Snake и обзор на новые Красавицы и Чудовище 2017 года. Если вы хотите почувствовать разницу 91 и 2017 года, то зайдитесь поближе. Нет, про гомосячину из этого самого фильма мы говорить не будем, мы скажем вам по существу, почему он хуже или же, возможно, лучше мультфильма 91 года. Итак, начнем. Лучшая соревновательная игра по рейтингу Google Play Война Королевств началась. 35 миллионов игроков играют по всему миру. Приготовься прийти в мир Lords Mobile глобальной стратегии и ролевой игры. Построй свое королевство, собирая уникальных героев. Тренируй войска и пробирайся в самый топ. Оригинальный мультфильм Красавица и Чудовище вышел в 1991 году и был замечательно встречен как зрителями, так и критиками. Заработав более чем солидные кассовые сборы, пару Оскаров и три золотых глобуса, картина сразу приобрела статус культовой. А видеокассета с одноголосым переводом была почти в каждом доме. Однажды, давным-давно, в одной очень далекой стране. Время шло, Дисней принимал попытки собрать денег детской лопатой за счет повторной премьеры в формате 3D. Но результат явно не удовлетворил корпорацию. Поэтому было принято решение запустить ремейк. А создать фильму кассу Дисней умеет как никто другой. Все просто. Берем старые проверенные временем штевры, засовываем туда популярных актеров из трех великих вселенных, а именно Властелин колец, Звездных войн и Гарри Поттер, пускай даже на роль подсветчика и канделябра, делаем красивую картинку и посолим это раздутым на ровном месте скандалом про пропаганду гомосексуализма. И был бы Диснею огромный респект, если бы при этом получалась более-менее достойная картина. Но увы. Волей-неволей во время просмотра постоянно сравнивал ее с оригиналом. В ленте 1991 года. Она проигрывала по всем статьям. Белль, если вы фанат Эммы Уотсон, то не советуем идти вам на этот фильм. Это далеко не лучшая ее работа. Но винить Эмму как-то не поворачивайте язык. Там, где режиссер дает возможность, она выдает нужные эмоции, а вот на кого реально смотреть тошно, так это чудовище. Очень милое такое симпатичное чудовище. Да черт возьми, девочки малыш 14 в него и так влюбятся. Кто не помнит, то в 1991 году был действительно монстр, не лишенный харизмы. Но это был дикий зверь, в котором надо было еще рассмотреть человека. Здесь же пошли по пути наименьшего сопротивления. Но главная претензия к фильму – это огромное количество сцен, сделанных на отвале, следуя практически покадрово оригинальному мультфильму. Фильм умудряется выглядеть значительно хуже. Вспомните сцену знаком с Бейль с чудовищем, схватку с волками, или сцену, где чудовище показывает Бейль библиотеку. В оригинале каждая сцена была интересно поставлена и срежиссирована. И как итог оставалось в памяти. В ремейке же все просто заткнись и смотри на спецэффекты. Собственные идеи, которые создатели привлекли, почти всегда не работали, за редким исключением. Внимание, спойлер! В ленте Билла Кондона при каждом опадении лепестка замок начинал рушиться, а слуги все больше превращались в антиквариат. И это была действительно интересная идея. У меня даже появлялась надежда, которая, увы, быстро рушилась. Вердикт. После просмотра ремейка у меня возникло острое желание пересмотреть старую ленту. И я глубоко уверен, что старую ленту я пересмотрю еще не раз, а вот новую ленту я постараюсь поскорее забыть. Леди и джентльмены, посмотрели сюда. А с вами был, как всегда, Фэнси Снэйк и канал Герои Злодеи. Не забывайте смотреть только хорошее кино, подписываться на наш канал, ставить лайки, вступать в нашу группу ВКонтакте Герои Злодеи и, конечно же, не забывайте поставить колокольчик, как поскольку только таким образом вы будете видеть самые новые видеоролики на нашем канале. Не скучайте, ребята. Всем сайонара.